Нарушение взаимоотношений, конкретно мужчин и женщин между собой, является половая полярность. Ведь у нас у каждого человека в районе паха есть энергетический обруч. Это центр мозг-пола, так называемый. Так вот, у мужчин он спереди имеет плюс, а у женщин минус спереди, сзади обратный знак. И вот эта разность как раз полярности, при одинаковой верхней полярности, определяет тягу полу в дуку. А если она нарушена, но вместо тяги ведь идет отталкивание. То есть бывают случаи нарушения этой полярности даже от рождения. Допустим, в процессе беременности родители мечтали о девочке, но они еще и представляли. Они же постоянно закладывали информацию на рождающиеся плоды. То есть плод набирал все больше женской энергии, женских гормонов, родился мальчик. И вот этот мальчик мог родиться с полярностью женской энергетики. Такой мальчик в детстве в куколки играет, платьица меряет. А вот в старших классах, в период полового созревания, когда мужские энергии, естественно, уже тянутся к женским, то они его наоборот отталкивают. Вот такие мальчики становятся не такие, как все девочки, переполюсованные тоже. То есть чаще еще тихие, задумчивые, с книжечками, их не интересует это мирское. Как-то можно целоваться с особым противоположного пола. Дальше настолько противно. Отторжение же идет. Таких нередко секты подбирают. Наиболее духовные такие мальчики и девочки уходят в монахи, в священнослужители. А менее духовные пополняют ряды нетрадиционной сексуальной ориентации. Ведь каждой гомосексуальной парой, как и в паре лесбиянок, один из двоих партнеров имеет мужскую партнер, с другой женской области паха, несмотря на однополовость. Вот отсюда совершенно естественная тяга их энергии друг к другу. И не виноваты они в этом. Это их болезнь. Спасибо. Спасибо.